Ну шо ж, как говорится, военные не оставляют дела недоделанными, так не оставлю уже их и я. О, кстати, у меня, по-моему, всё ещё здоровье не... Оу, а чё? Я же уже вроде... Ммм... Голод просто сильный и при этом здоровье. А, ну я аптечку применил и с тех пор вроде сохранился. Или... Странно, у меня ухудшается здоровье и непонятно от чего. О, как будто у меня... Что-то сейчас на меня воздействует, оно всё так. Кстати, я ещё понял вчера, что... Оу. Что получается, вот я шёл и у меня прямо вот то радиацией ударило, то такое, как аномалия появилась прямо там, где я стою. И я понял, что это из-за того, что у меня артефакты все вне контейнера находятся. Это просто их побочные эффекты, поэтому я спрячу те, которыми не пользуюсь. Например, вот этот я пока не буду юзать. Вот этот от пси-воздействия, но это всего лишь плюс один, так что можно, наверное, убрать пока. Вот этим я пользуюсь и этими тоже. Да, все остальные нужны. То есть лучше хотя бы держать их закрытыми. О, что там? Ой. И ещё я, получается, в тот раз, ну, вчера, собственно, в ловушку себя загнал. Вот мне теперь нужно выйти отсюда, и тут контролёр постоянно на меня нападает. И, как бы, реально я всё время думаю об этом, и потом с этого начинать выпуск не хочется. А ещё я сейчас хочу, наверное, подойти к кроту, и он мне расскажет... Ой, а я перегружен уже, даешь, контейнер взял. Он мне, собственно, расскажет о том... А он вообще есть там, интересно? А ну? По идее, должен был там же остаться. Чтобы не умереть с голодом. Сейчас тушканы будут на этом пригорке. Я, наверное, обойду. Как-то хотя. Это же надо быть настолько перегруженным. Ну, надо сейчас это в спешку одеть. Чьи это я вообще? Ага, вот там тушканы. О, факт, голод. Так, колбасу пора. Есть. О. Даже не полностью восстановилась. Ты шо, прям мигал. Такого ещё не было. Хотя нет, было. Я же умирал от этого много раз. Не помню, в смысле. И, в общем, да. Я хочу хотя бы выбраться из агропрома. Потому что там же этот контролёр теперь. И я, наверное, просто пробегу мимо него. Я в тот раз хотел, ну, как бы, знаешь, рискнуть с ним сразиться. Но не прошёл номер. Я, наверное, альт буду держать. Тут один из тушканов последних сейчас сможет напасть. Хм, а в чистом небе тут этот кровосос нападал. Берёзы, конечно. Вот это единственное, что мне не совсем нравится здесь. Потому что, ну, они так как-то реально как не в тему. Как из другого, из другой игры. Не знаю. В целом, погода очень крутая в этом именно варианте. О, это что, патрулирующий ходит? А, не. Так далеко вообще. Вот классно. Вот реально сталкер крут тем, что тут вот можно очень далеко, собственно, начинать бой, скажем так. Так, там, по-моему, радиация. Ну, придётся обойти. Ну, там ещё псевдо-собаки. Ну, тогда я не пойду туда, наверное. Просто я хочу убедиться, что, собственно... О, подожди, это что? А, люк. Что я вообще могу. О, смотри, этот баллон сразу. То есть, говорят, что если я не нырну в подземелье, то надо будет ещё раз крота спасать. А если я даже об этом не знаю... Ну, то есть, задание обнулится, и теперь его нельзя ещё раз... Точнее, короче, он там всё ещё в доме, в этом. И его могут убить, и я бы не хотел. И, может, считается, что я ещё не сделал то задание. И плюс, у него там была информация о каких-то ещё... Ну, про болото он, короче, рассказывает. Ну, я вроде в тот раз говорил с ним. Оу. Вот это... Смотри, вот тут нету аномалии, на самом деле. Это только что? Это у меня артефакт, как бы, выстрелил. О, всё, наконец-то здоровье восстановилось. А то я не могу уходить так. Вот так надо. Плюс восемь. О. О, класс. Не запыхиваюсь уже. Наш контейнер просто сейчас этот мешает. Я ещё вот не могу понять, почему этих зомби так настолько сложно отстреливать. То есть, они реально неубиваемые, сколько по ним не стреляй. Причём у меня сейчас очень много патронов. Сейчас-то я ещё даже не все взял. Этот же мне надавал. О, 300 почти. Ты шо, столько давно не было. Реально, ну, в той игре, в оригинале, скажем так, этого мода. От Микелика. Версии 2.0. Наверное, её называют уже. Так много никогда не было. Хотя нет, я иногда, как бы, покупал там, ну, за артефакт можно определённое количество. И там только вот столько можно. Да, наверное, было всё. Я говорю... Ну, то есть, я могу пострелять в зомбей, конечно. С огромного расстояния. Ну, на них столько патронов надо. Прямо вот... Такое впечатление, что вообще никак. И плюс контролёр-то убивает с одного раза. То есть, с ним нет смысла вообще сражаться. Как бы полностью. Поэтому я сейчас, думаю, пойду, оббегу вот по тому холму далёкому. И вот там вот выбегу к выходу. Вот он уже начал действовать. Поэтому я просто сейчас бегу. Как можно дальше. Ооо. Можно нырнуть в тоннель и там сохраниться. В принципе. Может, этот контролёр вообще... Вот тут реально так он не в тему. И главное, его убить нельзя. Ну, точнее, блин, по нём попасть невозможно. Потому что он с одного удара убивает. Войтись. Ну, тут что? Воронка? Вот тут? Или вот тут? Ага. О. О, круто. Нету пси-воздействия. Так, тут сейчас могут быть собаки. Точнее, точно есть. Ха. А, уже. Ага. Что такое? Игра сильно тормозит. Прям вот так вот у меня обычно сталкер на динамическом ощущении. О, это, кстати, может значить, что этот... Пропал. О, нет. Ога. О, окей. Ну, иногда, когда разрыв и стрим обрывается, то... Игра тормозит, как бы пытаясь засказать, что... Возможно, чтобы мне вылетело. Я вспомнил, что в тот раз у меня вообще игра вылетела. О, тут везде радиоация. Ага, не, не сильно. Так, псо. Не, это крыса. Это псо или крыса? О, так нормально. Смотри, тут... особо нету собак. И я смогу вот так отбежать. Класс. Горизонт, конечно, вообще. О, вот. Да, я, собственно, так и хожу обычно. О, фак. Он тут уже почти близко. Мне, собственно, главное выбраться отсюда. Единственное, вот, что я не учел, что действительно может помешать мне сейчас. Это если... Ну, опять же, если я сейчас дойду до бара, то... Так, 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 так. О, все. Фух. У меня маска разбитая, мне нужно будет, наверное, костюм починить. Для этого надо вернуться на кордон, но для этого надо вернуться на кордон. А я не планировал. У меня, собственно, ну, как бы, главная сейчас цель это в бар попасть и там набрать у одного из... Ну, у Петренко, короче, у долговцев патронов вот этих вот самых крутых, которые я обычно себе покупаю, но у меня пока АКМа нету в этой игре, поэтому они мне не нужны, но я их поменяю на проход на болота. Это моя основная цель, реально, в этой игре. Тут сейчас, кстати, могут появиться бандиты. Сейчас надо быть на чеку. Товарищ майор. ВВ вообще молодцы, честно говоря. Я что-то последнее время их песню вспоминаю, особенно вот это сегодня только что Махатма песню вспоминал. Такая классная вообще. Такой сюжет смешной в ней. В диалог, как бы. Окей. Нету бандита, вроде бы. О, это с тоннеля. Фонит. Аж оттуда. Я так перегружу. Надо будет сейчас грузить в рюкзак мой тут в тайничок. Положить, наверное, канистру. Хотя ее сольют, как говорится. Они, ну, умудряются. Не залазя в тайник, выливать бензин весь куда-то. Вообще, уже ненормально. Какая-то уже условность. Так, тут могут коты сейчас появиться. жалко, конечно, шоу-то, химеры не было. Когтя, но я не помню, зачем он тут. Он особо ближайшее время не понадобится. Так, я так понимаю, мне теперь надо именно в бар сразу, потому что у меня на картон. Ну, здорово, как говорится. Классно, что тут, когда, пока тут посижу. Никуда не хочу идти. Надо бы посмотреться и привыкнуть к этой местности. А там уже шоу. Класс. Реализм. О, мне надо. О, у меня даже есть, а, не, это плохая цена. откуда, а, это он, наверное, сам нашел. О, канистру, ух ты, тысячу. Это даже выгоднее, чем нести на кордон, потому что, во-первых, я не донесу, ну, в смысле, долго как бы. Вау. Так, мне вообще-то сейчас аккумулятор разряжается, мне его скоро надо будет зарядить, но я думаю, до бара дойду, а там уже заряжу. Тут реально такая спешка именно все время. Так, надо у всех еду посмотреть. Пока я тут. О! Зато он его съест еще. У меня просто вот уже голод, как бы, это единственное место, где я смогу напастись едой. Тут всегда дешевле. Хотя, по-моему, в этом моде сделали цену, ну, немного хуже, чем в оригинале. Там прямо вот вообще по меньше 100 рублей. А, ну, а теперь у них цены почти такие же, как у торговца. То есть, немного сбалансировали. Не в пользу игрока, скажем так. Блин, там, по-моему, эти. по-любому, у нас охранят. Ведь чебись! А! Да, там эти. Оу, фак, это сейчас тушканы. Тварюка! О, блин! так, еще одного. Великовато. Фух, хорошо. сталкер лечится, смотри, перебинтовываются. вау. Вау. Тут тоже есть такая. Стой! А! Вот это вот уже не надо. Оп! Есть. Я ему сейчас продам эту же голову. так, так, что ты тут не надо. Оу, щет! Я рюкзак сбросил. А где она? О, класс! Успели. Молодцы. Так, я не дорезал. Там пару тушканул. Ничего страшного. Сначала всем допсом. Угу. Мне, по-моему, нужно пять хвостов для задания на... Ну, в кишке зоны. О, этого таки подстрелили. Ого! Быстрый. Так, как я обещал, надо продать ему голову. Вау, все. 126 за голову тушкана. По-моему, хорошая цена. Да, по-моему, лучше сейчас я не найду. Окей, на испорченную. Так, надо снимать уже артефакты. Главное, вещи-то сбросить. О, все, теперь можно сохраняться. Я же говорю, вот у меня маска разбита, если бы тут где-то был ремонтник, но это аж на кордоне, а там пока вот это перелезешь, это у нас и перепрыгнешь. О! Эмммм, в бар. Ок. Там не хватает пробелов всяких. Канистру, наверное, не буду сюда сбрасывать, а поставлю вот тут, рядом с этой канистрой. Вот, тут есть полная. Тут у меня будет такое склад канистр. О, а в баре, тебе нужны канистру? Интересно, сколько она весит? 8. Вот. Вроде как они так с земли не подбирают, хотя, с них станется. Сейчас я посмотрю, у меня же есть, ну, открыто тут документ, побочные задания. Так, вот, меня интересует задание, сколько нужно Небову. Так, Иван Небов. Переход на болота у Небова. Если поговорить с бесом, помогли ему отбить, то появится под задание согласиться передать проход. При этом за эту информацию попросит 300 патронов 7.62.39. Ага. 300. Это мне пару артефактов придется отдать. Много, конечно. Окей. А, и еще я хотел посмотреть, так, в торговле артефакта геймплей, хотел посмотреть, нужны ли канистры, собственно. Канистр. Торговля обмена. Бен бензина. В деревне новичков недалеко от входа... А, и недалеко от входа в бар, на локации бар, есть смотрящиеся генераторы, которые принимают бензин. О! Значит, в баре тоже нужна канистра. Можно туда отнести тоже. Так, на картоне награды и награды в баре. О! Патрон 6... 7.62.39. 60 штук дается. Тот, который мне нужен как раз. Это очень хорошо. Потом, значит, у Петренко тут вот написано. Так, патроны. Патроны 7.62.39. 120 за простой арт. О! То есть, если я возьму, допустим, вау, смотри, четко. Один простой артефакт это 120 патронов, еще один простой артефакт это 240 патронов, и потом одну канистру, если поменять на 60 патронов, то как раз 240 и 60 это ровно 300. Короче, мне надо два артефакта и одну канистру донести до бара. У меня, по-моему, сейчас есть в тайнике тут медуза или типа того. Я где-то оставлял медузу, я не помню. Может, уже и нет. Но канистру, короче, надо будет нести. Можно даже взять эту, которую... Не, эту уже и возьму. Ладно. Если я в бар иду, то в любом случае надо будет. Кстати, там уже ночь скоро. Ой, у меня голод сильный, это потому что артефакт. А, это я не артефакт выложил, а аккумулятор. Вот. Ой, артефакты некоторые. Ух ты. Вау, вот это... О, второй уровень. Класс. У меня можно поменять на два и тогда будет четко. Так, это разбитые АК. А че? Откуда у меня тут? Ну ладно. Ой, и в баре ПДА нужны. Блин, они достаточно дороги... ну, тяжелые. Этот, конечно, тоже возьму. И аккумулятор заряжу. А вот дороги можно прям выложить, я не хочу даже... Или оставить, там просто на проходе в бар будут эти кабаны, но я думаю, я не успею дробовиками на них напастись. У меня в конце концов сейчас автоматных хватает, поэтому попытаюсь обойтись. О, все, так у меня есть таким образом лишние артефакты. У меня просто была еще медуза, я не могу понять, куда она делась. В портфеле нету. Так, пдашки, короче, перенесу в бар и там за патроны положу. Интересно, у меня... А ну-ка. О, есть! Медуза все-таки у меня с собой, хорошо. Так, там коты прибежали, похоже. Размолотим. Именно. Все, и не голодный. Блин, я еще... Без того, чтобы сбросить хабар, я просто еще больше нагрузился. Так, шо ты там? А он даже ничего не делает. Просто, говорит, размолотым и медленно идет. Ага, вон там одна из псов вернулась. Одна, один из псов. Или, я не знаю, это могут быть. Идти, идти. А, ладно, буду сбрасывать, если что. Так, у меня, короче, прицел на экране размылся. Я наведу сейчас. Я же себе, как известно, рисую на экране. Если кто-то, если кому-то любопытно, я сделал специальное видео, где я показываю, какой у меня импровизированный такой этот лайфхак, прицел. Называется видеоподготовка к стримам НЛС. Так, ручка не работает. Как обычно. Все, какая-то желтая непонятная. Главное, чтобы гелевая была. О, есть. Я навел прицел ручкой на экране нарисовал. Да ладно, не на экране. О, смотри, это пса? Так, или это кот? А, это сталкер вообще. Так, да стрели, ну уже, ну, ну, там уже осталось пол выстрела. шо, что так? О, факт, все, да пса. тихо, тихо. Класс. Быть с оружием это вообще, это так круто. Обычно, ну, эта схватка закончилась бы иначе. О, 300 рублей лежит. Хлеб, фактически. Вау. Надо попродавать сейчас. Потому что в баре, по-моему, части монстра вообще не идут. Скажем так, там все типы охотников у них цены не очень. Ну, они ж типа долговцы, наверное. Я не знаю, на самом деле, чем они это обосновывают, но там просто торговать невыгодно. Лучше тут. Реально, на свалке самые классные цены на части монстра. По-моему, вот это вот хорошее. А, не помню. А, ну сейчас. Видно. Оу, 290. Ничего себе. Подожди. А, нет, это за кап... Не, за что это? За аптечку. А, это я промат. Не, у этого не очень хорошее. Так, тут был еще один сталкер куда-то он уже подался. Этот вообще не торгует. О, надо сохраняться. Да, я, конечно, перезагрузился, перегрузился. Ну, если я сейчас пойду в бар, то я просто сброшу рюкзак. Теперь реально это супер такая спасающая вещь, вот этот факт, что можно сбрасывать рюкзак. Причем его всегда можно было сбрасывать. Еще в оригинальном НЛС. Но я не знал о том, что так можно делать. Но это супер важная штука. Потому что это позволяет просто всегда бегать быстро. То есть во время... фактически есть два режима как бы... О, куда это бежит? Есть схватка, а есть мирное время как бы. О, ПДАшки. Ух ты, у него тоже, вау. 113. Не, 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 не очень. Смотри, ПДАшки нашел, поменяемся. У меня много разбитых. Не знаю даже. Да давай, ты че ты... Нет. Ну ладно. Так, вот этот, я не помню, у этого торговал или нет. Тут уже вернулся. Воу. О, да, нормальная цена. Вот этому можно продать. Не помню, нужны ли мне хвосты собак, но я один оставлю. Так. Ровно 2600. Прям так непривычно аж. Так, а хлеба... Не, нету. Окей. О, я еще с верхними не говорил. Схожу еще к верхним. Ну, в общем, да, сбрасывание портфеля разделяет игру на как бы мирное время, где можно вот так спокойно все обдумывать, там, собираться, планировать, ползать, медленно идти или богоюзерствовать вот так, как я сейчас escape нажимать и рывками такими глючить игру. А можно отдельно сражаться. Это как вот в Fallout'е есть пошаговые бои. Как отдельно от игры. О, у этого тоже классная цена. Усы Чак, значит. 300 за копыта кабана. Вот я ради него, кстати, потратил аптечку. Я тогда его срезал и облучился настолько, что чуть не умер. И, блин, я не думаю, что я его где-то еще выгоднее продам. Но мне пока деньги не так уже сильно нужны. я больше хочу... Так, нет. Иди, я хоть снял аккумулятор. Ага. Я хочу еще, может, какое-нибудь арт преобразование сделать, потому что для этого нужны счастья монстров иногда. И, по-моему, копыта кабана является одним из таких. Класс, я прям так все продумал. В смысле, реально, вот у меня хватает все для вот этого задания. 300 патронов. Это я бы и себе оставил, честно говоря, но проход на болота для меня важнее. Не, ну я так, конечно, ходить не смогу, но я сейчас буду еще идти. А, вспышки одевать всякие, это нормально будет. А, ой, а, ну я еще и ПДА набрал, да, я, наверное, перегрузился знатно. Даже не видел, сколько у меня. Сняк, бэкап восстановить? Потому что потом, так, в ВАР 2. Ой, подожди, не, вот этот. Вот так. Тут есть? Не, странно. Ну, иногда бывает. А, вот это он, потому что, эх. Да, ходить сейчас, конечно, невозможно. Ну, не, если я вспышку одену, и плюс еще бенальский огонь, то может нормально быть. И еще плюс 8 килограмм, кстати, надо. Вообще, плюс 8 килограмм не особо помогают. В смысле, у меня и так, вот эта канистра занимает плюс 8, и я на 50, так что можно, в принципе, просто вспышку и огонь. не, это плохой бенальский огонь. Давай хороший. А плохой сюда. И этот пока можно спрятать, чтобы он меня случайно не убил, потому что аномалии рождаются из них постоянно. Это, кстати, очень прикольная штука. О, да. Вау, плюс 60. Что ты, псо? Так, все, надо бежать. Сейчас, сохраню. Потому что потом, а, хотя, возле бара сохраню. Так, вообще не помогло. Все равно устаю моментально. А, я, наверное, да нет, вроде. Сейчас, я хотел еще, я сейчас думал, у меня первый аккумулятор разрядился не до конца. Так я его хочу прямо вот, чтобы он, там еще одна звездочка, пусть он как раз пока догорает. Может все-таки одеть плюс 8 килограмм? Они, оно действительно дает разницу. Просто у меня канистра эти 8 килограмм как раз нивелирует. О, не, вот так, если пешком идти, то нормально. А если тем более вот так? Тут я обычно не хожу, я стараюсь обходить подальше. Вот там, вот аж. И там как раз костеры, и сталкеры. Но, сейчас я типа спешу. Так, вот там просто псевдопсов. О, кисель, смотри. А, это обычные собаки. Да, я вижу. Вот он. Детектором так непривычно играть. я, ну, со времен оригинала как бы его не было. А тут именно добавили недавно и вообще такое. Не то, что сильно просто, но просто забытое ощущение, когда оно пикает возле аномалий. о, фан. Прям из воздуха появилось вообще уже. тут еще сейчас появится псевдособаки. Вот это я бы не хотел. тут радиация. Надеюсь, как бы все понимают, что когда я резко замолкаю, это последствия того, что это как бы сталкер. и так не шути мне тут. Да уж, с крутым оружием, конечно, собаки вдруг перестали быть угрозой. Причем, это самый обычный калашников, причем разбитый, старый какой-то. Хотя нет, это, по-моему, более-менее новый, но это даже, это реально самый базовый такой первый, первое оружие, которое в их рядают, то есть из автоматов самый немощный, по сути. Ну, кроме гадюки, но гадюка это больше как пистолет еще, я не знаю. Я на самом деле рад, у меня реально сейчас все получается. Тут как бы, ну, я все спланировал, и теперь я знаю, куда иду, зачем. И, по сути, у меня сейчас основное задание это пойти в бар и там набрать патроны. Ну, к тому же еще этот, рюкзак, ну, этот, как его, ящик с документами, отдать бармену, ну, это так, это как бы для галочки. Потом меня, по-моему, направят же уже в темную долину, так же ж? Или еще раз надо будет на агропром, я уже не помню, но, по-моему, на агропром еще раза три надо будет сходить. Сейчас, кстати, думаю еще, что патроны, хоть и якобы сейчас прям много очень, но пока пришел с агропрома, уже меньше стало, по сути. Мутантов всегда много. О, все, наконец-то. Я помню, бар еще не заходил вообще в этой игре. Не помню точно. ой, да, так же ж, я вот эту выделил, вроде да. А у них вообще еда бывает? Странно, что вот у прапора нельзя торговать со многими вот типа сюжетными, полусюжетными, НПЦ, что-то нету торговли. Ха, он только что так звук издавал, как этот, как тушкам. Две тысячи! Все деньги можно отдать до консерва, но нет, не настолько. О! Кстати, классно, что я теперь смогу менять водку на всякое крутое, например, о, спички, нет, это еще не надо. У, вот этого вот, блин, я сейчас не забыл, как его зовут, у него просто, ну, я всегда, его имя по одному читал, а теперь по другу, а, оказалось, что там я не так читал, и теперь я не могу вспомнить вообще. Живо этих можно торговать? Ммм. ПДАшки нашел. Что-то никто не хочет меняться, наверное, потому что они у меня разбиты. Что, вообще никто, реально? Или это так мне везет просто? уже этот голод. Это все как бы оплата за то, что я немного быстрее хожу. так. В смысле, медленнее устаю. крыса. Показывает аномалии как раз. О, бар. Тут сейчас, о, факт, тут сейчас надо будет маску делать. Я надеюсь, мне ее хватит. Она у меня треснутая, и я не знаю, как починить. У меня нету ремонт комплектов, и я не знаю, как им пользоваться. Я когда попробовал в тот раз, меня убило им. Поэтому я ремонт комплектам не доверяю уже. Реально, такие, вот такая система недоделанная вот этих ремонтов. Я прямо вот до сих пор не могу представить, что они имели в виду под ней, как бы. Я там сейчас микс сделал уже. Ну, не микс, я, это на самом деле мне больше, я это называю, расширенная версия просто. Потому что микс подразумевает, что туда добавляют всяких кик-драмов, басов, меняют все инструменты и берут только кусочек из песни, ускоряют его до неузнаваемости, кучу эффектов добавляют и куда-то на фон ставят, а и трек вообще не похож на оригинал. Вот это обычный ремикс в наше время. А в 80-е, когда миксы только начали появляться, то это, по сути, был такой альтернативный, альтернативная аранжировка. И вот это я обычно имею в виду под миксами, то, как я обычно делаю. Просто перемещаю, в разном порядке инструменты представляю и показываю многослойность песни. Вот это классно, вот это то, что мне больше нравится. Кстати, вот что мне не нравится, это то, что тут взяли вот эту мельницу и убрали. Говорят, потому что не место такой древней постройки среди относительно современной... Так, а ну. Похоже, он все равно будет сейчас задыхаться. Ну, короче, я считаю, что она была в тему, потому что, допустим, забытый хутор весь состоит из таких более-менее древних штук. Так, а ну, астма будет меня ранить. О, нет. О, хорошо. Маска работает, хоть она и треснутая. Фуф. Я боялся. Так, тут сейчас будут и кабаны, и еще кто-то. Кстати, а, по-моему, трамплин вот тут вот стоит где-то. Не трамплин, а тарзанка. Телепорт, короче. Я считаю, что с мельницей было лучше. Верните мельницу. Хэштег верните мельницу. группу надо создать. Такую. О, фак, это что, плоть, блин. Это такая губка для патронов, блин, впитывает несколько обоим. Может в нее кинуть гранаты. О, кстати, надо было дробовик взять. А, хотя, так, короче, сбрасываю рюкзак и бегаю. вот тут можно. О, прикольно. Плоти вроде бы теперь не такие сильные. Прикольно, что можно на пригорок взбираться. Ловно рюкзак не забыть. Кабаны, о, фак, там их два. Кабаны тоже не такие уже мощные. О, А, фак. О, щит, он меня ранил неплохо. Так, ну ладно, применю аптечку, так и будет. А, у меня ее нет, окей, возьму портфель. А, у меня похоже, аккумулятор уже не работает. Так, хорошо, и он меня не облучил, самое главное. Плоть все еще там, поэтому, вот, блин, у меня главное, мне было рюкзака, я мог отскочить в сторону, а я не воспользовался этим. Дробь. А, нашел ты. Дробь осталось, ну, там немного. Окей. Дальше. По-моему, радиация, я видел, когда он подбежал сюда, то его начало так именно бить. Как будто, там, что-то повреждающее. Класс, тут даже в маске нормально видно, на самом деле. Непривычно. О, это сейчас костерок. Как раз. Блин, а, аптечки-то заканчиваются, закончились даже, я бы сказал. Кстати, я, о, не, у меня есть аптечка все-таки. А что она не применялась в тот раз? Я нажимал скобки эти все, оно не работало. Сохранятся ли? Да, да, наверное, сохранюсь. Хотя, в ближайшее время ничего меня особо не повредит. Ну, если что, бэкап есть. Блин. Действительно, блин. О. Можно еще эту плоть добить, но потом. Если что, перезагружусь. конечно, да, немного отменяется суть НЛС из-за того, что можно бэкапы делать, и у меня в сохранении теперь больше, чем даже в оригинале было. Хоть они и на чекпоинтах, но все равно, как бы, тут же идея в том, чтобы у тебя всего один сейв на всю игру, и нельзя было вернуться никак, никуда. Ну, точнее, я не знаю, на самом деле, это такое. Вопрос. Так ты нападаешь или нет? Как хочешь. Да, уж если оно так будет дышать всю игру дальше, потому что там дальше в маске надо будет где быть, то я прям не знаю. Оно не очень. Хотя в Dead Air еще хуже этот. Ну, когда он там начинает кашлять вот это, вот микрофон перегружается, там глюки такие, звук вообще ужасный. Там. И, кстати, я еще только недавно понял, что они обещали, типа, летом, возможно, выйдет. И все такие жалуются, типа, почему лето, это обязательно 31 августа только, ну, типа, сильно поздно всегда откладывают, типа, когда-когда уже. В итоге он вообще не вышел, я даже не заметил, я как-то, ну, его перестал ждать, особенно, хотя я предыдущую версию удалил, и, типа, думаю, ну, как раз вот поставлю новую. В итоге оно не вышло, и смешно просто из-за того, что, как бы, блин, зря я сохранился, знаешь ли. А, хотя вот там вот еще мутанты будут. Что они так, знаешь, вообще, мало того, что летом не успели, так еще и такие, как это, как само собой разумеющиеся, типа, а, ну, потом еще, еще пока неизвестно даже, когда. Убили Юрка Шип. Это реально тут, тут кого-то, может, это вот этот, который на дороге? Кажется, нет. У меня, по-моему, уже и спичек нету. Я сильно много потратил на лампадку там вот. Oh, fuck, там он, смотри, сколько кабанов. А, нет, это все до собак, еще хуже. О, вон там сталкеры, реально, или это даже долг. Так, мне бы, кстати, сейчас вот в эту машину забежать. Да, это не он. необычно, блин. Без портфеля пробежать не вариант, потому что, как бы, мне надо донести до бара все это. Сейчас, ну, может, от пары получится отстреляться, но их здесь много. окей, пока нормально. Еще там вышла вот эта аномалия, 3.0, или, не помню, как она называется, мод. Я, в принципе, хотел в него поиграть, но потом посмотрел, что он как-то отличается от Dead Air достаточно сильно, поэтому все-таки передумал. Подожду уже, когда Dead Air выйдет. в нем прикольно, вот он из-за того, что там такая, как симуляция жизни, никаких целей нету, то там именно прокачка, по сути, такая происходит. Так, радиация. О, хорошо. Что-то мне подсказывает, что у них тут не будет хвостов. Было бы сильно просто, как бы. О, а вот эту вот убили недавно. Эх. Да. О, тут уже вроде можно... Чего тут, однако, нельзя делать, это звук записывать, поэтому я сейчас сразу отключаю запись внутри игрового звука на стриме, потому что уже было так много раз, что у меня потом всякие копирайт клеймы, вот эти дурацкие рекламы вешают на мои видео, вообще уже... Окей, хватит, я об этом каждый раз нервничаю. О, так, ой, голод, голод сильный. Ого, сильный действительно, даже до сих пор. Проходи, не задерживайся, чего вставился. Была какая-то бойня. Как боевые будни. Бар, долг. Это все стандартные. Мастер по ремонту, арена, подскажешь, где она? Отмечу на карте. А что, реально отметила? Вау, да. Вот тут лесопед. А, это арена сама. Ага. Вау, вот это воронин, ну к нему же нельзя пока. Так, все, я домой. А, вообще, подожди. А, ладно. Так, я теперь еще больше перегружаюсь. был ли я в баре? У меня такое впечатление, что я тут именно с этой погодой не был, потому что вот это вот прикольно выглядит. Туда наверняка можно попасть как-то. Вау, и тут как будто с той стороны прям так, ну тут просто все в целом по-летнему, и поэтому так непривычно, короче. Я в принципе не жалею, что я на летний режим переключился. Тем более, я уже не знаю, как обратно переключить. Так, пока вроде бы музыка не играет. Дурацкая. О! Да, нету музыки. Так, я рискну записать звук. А ну, так, сейчас, сейчас по идее должен быть звук, потому что, ну, без звука играть сложно смотреть видео, а потом будет. Вот, тут все нормально. Ага, пока пропаганда. Я, по-моему, специально устанавливал себе в установщике такую штуку, чтобы, типа, тут этот. Сейчас еще думаю о том, что надо будет аккумулятор зарядить. Пока вроде как не сильно дорого будет. Так, в каком порядке все надо делать? Ну, сначала к бармену пойду, не помню, он там что-то может даст еще. Зря я, конечно, сохранился, вот там, но я боялся, что меня могут напасть всякие плоти и прочее. Да, я когда устанавливал мод, то я специально себе там отметил галочку YouTube-friendly саундтрек в баре. Я все боюсь, что сейчас начнется какая-то песня дурацкая. Советская. Эй, это же серый. Не, лысый. Дела у меня. Ночами шаришься? О чем ты говоришь? Сейчас же не ночь. Ты кто? Просто лысый, меня тут все знают. Проходи, эээ, подходи в бар, покидаем кости, проверим везение. Ладно. А, фак, играет, по-моему, все равно что-то советское дурацкое. Ужасное. Ненавижу советскую музыку. Это как бы, типа, да, все-таки включили. Вот уже ж, подонки, реально. Убить мало тех, кто ставит в сталкер советские песни. Они не в тему, во-первых. Ладно, я, ну, это я, это типа, знаешь, вот, когда говоришь что-то такое, то все это воспринимают, как вот я сказал прямо, чтобы, типа, вот, это то, что хотят все услышать, или типа, то, что им в этом слышится, я вот, типа, не сопротивляюсь этому. На самом деле, мне нравятся очень многие советские песни. Вот это особенно, тут-тут-тут-тут, это Королева красоты, например, или по шпалам, опять же, тут домой по привычке, вот это все. У меня когда-то был даже диск с такими саундтреками из советских фильмов, оно классно. Но когда в сталкере вот эти песни, потом YouTube тормозит, глючит, я расстроен. Наливай. Понятно. Это лишь бы выпить. Такой вообще уже. Да, все-таки играет что-то дурное. О, тут обменщик этих патронов. А, надо было дробь взять с собой. Что же я так? У меня же много дроби, я наменял у этих. Ну, ничего, я еще буду ходить, в принципе, в следующий раз. У меня сейчас просто ПДА много. О, и у меня есть антирад, я смогу к ученым пройти и отдать им все эти ПДАшки наконец-то. Не зря же я их заряжал, мучился там, копил. А, вода, кстати, вода мне скоро понадобится. Хей. У него, о, ему как раз надо на канистру поменять сейчас. Тогда сюда, о. не слышал, ладно, и если есть дело, двигай, немного занят. Не много ли охранников? Да мало ли, я не охранник вообще-то, за энергией присматриваю. Кто из мужиков приносит бензин, я расплачиваюсь. Месяцок назад в аномалию влетел, в жарку. Чуть нейтрон не сжег. Теперь три шага пробежать не могу. Вот ты сговорился с барменом, обеспечиваю бесперебойную работу генератора, аккумулятор заряжаю сталкером, а он мне все для нормальной жизни поставляет. Прикольно. Иногда попадаются, раз в сутки нужно. Если будешь приносить, то мы будем давать какое-то... Да, давай. На. Вот. Удалось бензин достать. О, благодарствую, что бы хотел от общества. Так, вот эти патроны. 60 штук. Еее. О, еще и 3000. А, ну это типа компенсация за то, что я бы у него взял эту канистру. Ну это круто, мне теперь хватит на спички, допустим. Круто. Хе. Ладно, может еще принесу. О, класс. Там тем более на свалке есть, я могу реально сбегать туда-сюда. А, шо? Я слышал, ты бесу подсобил на свалке. О, это вот эти вот, знаешь, такие промежуточные квесты, такие... А, так я включу, такие промежуточные квесты, которые добавили между основными квестами, типа, чтобы расширить игру. И это то, чем этот билд 3 славится, как бы. И вот это одно из них. То есть, раньше он вообще ничего. А тут, типа, знаешь, как последствия далеко идущие. До того, что бесу помог, то он выверт дает целый. И аккумулятор заряженный. Три штуки у меня теперь класс. Я теперь вообще нуждаться не буду. Бес меня тогда вытащил из той жарки. А, ого, тут все связано так. И на горбу своем тащил пару дней. Так что я ему жизнью обязан. Прими вот маленький знак благодарности за твою помощь. Ого. Да, было дело. Ты шок, ладно. Ну ладно, спасибо. Так, заряженные аккумуляторы. Так, мне сейчас надо... Я не могу, я не могу вспомнить, как... Сейчас он мне выверт дал, его надо спрятать. Он же, наверное, разъективный. О, нет. Удар, разрыв. Э, выверт это все равно писав щит. Мне не нравится. Естественно. Кому нравится, выверт. Это очень хорошо, тем более у него дан большой. Ему можно будет продать. Да, когда деньги надо будет. Я хочу зарядить аккумулятор, но я... У меня их три штуки, я поэтому сейчас выброшу два хороших. Ставлю только плохой, поставлю сюда. И теперь вот, думаю... А, так он не заряжает? А, или это... А, наоборот, он должен быть в портфеле, наверное, сейчас. Вот так, и теперь будет диалог. Да, вот, заряженный аккумулятор есть? Есть, конечно, перечисли 1200. Ммм, блин, сразу дорого. Полностью залитой энергией. Ну, надо. Просто в баре, ой, на кордоне, знаешь ли, всего лишь за... Ну, блин, на таком нельзя экономить. А в то же время и надо. Напряг с наличностью, знаешь ли. Ладно, не надо. А, они маленькие такие, прикольно. Мне представлялось, что они как машинные аккумуляторы такие, знаешь, ну, большие. Все-таки советская что-то играет. Ну, что ж такое? Я же вроде... Надо в папку игры зайти и удалить все эти треки. Валает. Piece of shit. Так, Арни, Петренко и... О, меняла. Есть Саня меняла в баре? Это моя любимая вообще в этой игре. Вот у меня есть вспышка плохая. Нулевого дана. Не работающая с негативными свойствами. Ее можно поменять на... Оу, фак, убила сталкера. О! Юрка ошиб. Да, вот это вот про него сообщение пришло. Вау. Экзоскелеты, ты посмотри. О, там автомат. О чем мне здоровье отнимается, интересно? Да. А, блин, я забыл, что звук не слышно. Он там рассказывает историю прикольную такую, типа, куда ты пропал, там, Ваня, ну, рядом поет та песня голимая, поэтому я не могу включить пока звук. А то просто Ютуб, знаешь, он же потом замьючит автоматически и голос мой тоже отключает, поэтому пусть лучше хотя бы голос останется уже, я не знаю. Кстати, сейчас реально ночь, по-моему. 6 часов, да. 1000, нормально. Футболист. 3000, не, Так, я не, я не забыл, где находится этот, менял. Мне представлялось, что он вот здесь, но тут напрямую нельзя пройти, он, он параллельно в этом доме, вот там вот, короче. Надо было вообще сразу свернуть. А, нет, тут нету прохода, сейчас надо будет падать вот сюда. Не факт, что он вообще есть тут. Кстати, классно же тут, ну, урона от падения нет, гравитации, потому что, о, охранник, ага. О, меняла, ну ты вообще, мужик, Саня меняла. Меняешь что? Эээ, меняю? Ну, я же меняла, все меня знают, как Санька меняла. Так, я включаю звук, потому что надо. Тут странный звук, тут сейчас так, как репит что-то. Эхо такое, как наслаивается много, больше, чем надо. Обмениваю артефакты, хорошие, на более простые. Обычный размен, так сказать. У тебя как, а, а тебя как звать, вылетят? Меченый? Что ж, Меченый? Будет нужна? Обращайся. Я сегодня здесь. За каждый артефакт высокой категории могу предложить по два артефакта более низкой. или, если захочешь, четыре арта низкой, на один более высокий. Ага, четыре на один. Справедли, а, фак. Какая-то, факин, старая бабушка поет. Она сейчас старая бабушка. Окей, я не буду, я понимаю, что, да, как бы, возраст это нечто неизбежное, и о нем шутить это издевательство, это как, типа, да, окей. I'll shut up now. А что значит сегодня здесь? Ну, я на одном месте не засижусь. День-два в баре, потом на базе свободовцев, потом пойду еще дальше по зоне сталкеров. Много, много артов, вот я и верчусь. Думаю, через полгодика на покой, на большую землю. Куплю виллу на Багамах, ага. Да. Так, ну, я не готов. О, вот это же тайничок главный. Можно за патроны, кстати, сделать себе официальный тайник, но я не хочу. Я вот что думаю, у меня получается сейчас ridiculously много артефактов, но вот этот один плохой, как бы, вот сломанный второго уровня, если он не сильно дорогой, то можно его попробовать, ой, точнее, короче, можно его продать или обменять на что-то более выгодное. Вот, по-моему, у бармена можно что-то, ну, аптечек там, антирадов особенно. У меня, собственно, антирады нужны. Короче, я пока не буду менять, у меня и так пока есть артефакты первого уровня, потому что второго тоже, ну, иногда пригождаются. Вот, допустим, по-моему, оружие какое-то более хорошее можно на них купить, или, я, собственно, не помню. А, я понял, что они имели в виду в баре. Наверное, в баре сейчас поставили музыку более стандартную. Так, у меня уже холод. Аккумулятор я не стал заряжать, да, но он мне дал новый, поэтому мне до кордона должно хватить этих двух, а третий я обменяю на кордоне, там как раз же можно... О, факт, там кого-то стреляют. Надеюсь, в баре сейчас не будет ничего играть. Проходи, не задерживайся. О, да, он сказал реально. Вау, вот это новое вообще-то. А, факт, стреляют. Я не могу просто ходить, чтобы пойти им помочь даже. Вот эти, кстати, новые модели сталкеров, это прямо вот как-то вообще, вот как-то, ну, не в тему, знаешь. Да, тут все поменялось, вот так все иначе выглядит прям неприкольно. Как не сталкер. Я расстроен. Ну, так-то не видно, но когда вот, вот это, допустим, вообще как из другой игры кто-то. Ну, наверное, оно так логичнее, но мне больше нравится оригинал. Прапор? Ха, он тут тоже другой. Этот, который запугивает всех. о, это тоже нету лица. Окей. Так, бармен, ты готов? О, тут не играет ничего пока что. Я рискну тогда включить опять. Уже 20 раз меняю настройки просто, да. А, он меня вообще не знает. Мейсин, это про тебя что ли, Сидор сообщил? Ты кейс документов военных увел? Типа целый чемодан. Да, а про меня? С собой чемоданчик-то? Или как? Да, вот, он все руки оттянул, свинец там что ли. Да уж, на кой тебе это нужно было, а? В смысле? Не верю я в выдумки Сидоровича. Теперь мне нужно время, чтобы в них разобраться. Может и будет что-нибудь там, что поможет пробиться на север. А ты погуляй, развлекись, отоспись. Да, кстати, сейчас ночь будет, можно, в принципе, будет там и там лечь. Держи вот, небось, поиздержался так. Водка, сухпай непонятный. О, три аптечки, класс. Вот это прям круто. О, и мои патроны, 150 штук, и 10 тысяч. Are you fucking kidding me? Это что-то слишком много. Holy fucking shit. Damn. Тут как сильно упрощают, говорю, ну я не против, потому что, смотри, это дает мне возможность уже вот хоть час купить какой-нибудь там, я не знаю. Реально, кстати, мне хватает? Нет, 15 тысяч. Окей, а надо 19-19 тысяч. Ну, ничего. Поиск на три артефакта можно у ученых взять. Потом, контейнер для крутых. О, вот это я, кстати, могу купить. Такой, знаешь, не знает, прям, на что потратить. О, аккумуляторы новые. Ага, 90 тысяч. Да, цены, конечно, в баре так себе. GPS. 500 за хлеб. Не, хотя я умираю с голода, но, не. А спички есть? Ага. 700. О, нормально. Это можно без разговоров купить. 1500. Мне вроде как ничего больше не надо. Покупаю, но пригодится. О, а теперь... О, хабар сохранить? Можно у бармена? Не, это не ко мне. У нас тут, сам видишь, проходной двор. За всеми не уследишь. Сопрут чего потом доказывать. Что ты не верблюд. Ты лучше к Воронину, начальнику, обратись. Ага. У него дисциплина, ценности, целее будут. Ух ты. Попробую. Ну все же жаль, что у тебя нет. Музыки нет, я надеюсь. Какие есть предложения? Нет. Хочу снаряжение. О, вот тут сейчас, вот все, оно теперь у меня есть в этом. Здоровье поправить, аптечки, антирады. А ну-ка. О, тут можно все-таки сбрасывать. О, мне дал какой-то сухпай. О, как раз можно его и поесть, кстати. Так, это же стол, что ли, не работает? О, есть. О, гроза. Ничего так. Окей. Эм, артефакты, я надеюсь, на мне не это, не это. Вот этого надо сейчас убрать, и пойти к ученым, потому что у меня есть лишний антирад. теперь у меня в справке предложение торговца. в журнале. Бартер. Бармен. Вот. Итак, что я могу купить на артефакт второго уровня? Не дробь. О, пистолет, глок. Вот это прикольно. Два артефакта второго, или один, третьего. Неплохо. Дробовик, четыре артефакта. Не. Так, аптечки, четыре за простой. Вау, десять за получше. Водка, семь за второго уровня. Вот это неплохо, потому что можно потом менять у, у того вот, шерстюка, вот шерстюк, вспомнил, на патроны. А у него, кстати, патронов, собственно, нет. Антирады, один за простой, четыре за получше. Вот, собственно, антирады я бы взял, но у меня сейчас и так есть. Ремонт комплекта для брони. И ящик. Вот, кстати, можно. Три штуки за второго уровня, один за простой. Как бы, а вдруг, вдруг оно подействует, вдруг оно сработает. Вот, у этого можно потом менять, допустим, вот эти патроны мне нужны за четыре бутылки. То есть, если у этого наменять, да, водка, в принципе, везде нужна. Ну, в основном, чтобы со сталкерами говорить. Менять ее явно не надо. Так, это у Сидоровича, да? У него с патронами не очень. Так, я пойду к Утомот. Или сначала к ученым. Да, к ученым, потому что я хочу эти. Тебе, наверное, нельзя. Собираемся на решение достать. В общем, антирад. На. Я им не пользуюсь, реально. Да, уж, мне модели не нравятся тут. Прямо вот, прям, ну, не по-сталкерски, я так не игра. Офак, что за звук? А, это генератор. Ух ты, я громкий. Всегда было интересно, что там. Там, наверное, выход. На уте, вот, дальние дворы. О, ученые. Я не помню, что у них, но, по-моему, у них что-то есть крутое. Они меняют ПДА на что-то еще. Подходи, подходи. Приятно увидеть новое лицо. А что пышно так? Заносят меня, лирики не хватает. Познакомимся. Меня все с дидоцентом называют. А, так это он есть, я думал, это второй. Ну, это так, хохмы ради. Вообще-то, я аспирантуру даже не закончил. Опять разумрился. Так, с кем имею честь? Меченый меня зовут. Просто и без выкрутасов. Что же, Меченый? Давай крутить наши зоновские дела. А, этот такой, да, полублатной. Делишки крутит. Собираю информацию в основном из ПДА, которые принадлежали разным сталкерам. Конечно, большинство информации обычно испорчено, большая часть оставшаяся просто мусор. Но иногда можно среди зашифрованной встретить что-либо интересное. Поэтому, если будет случайно ПДА, приноси. У меня вот есть ПДА, что дашь за него? Бутылку водки, так именно вообще. Я могу дать за него бутылку водки. Давай. Так просто все. Вот, так это круто. И что, он каждый раз что-то новое дает? Мне водка нужна. Я же говорю, я буду меняться уже штука, если на Агропром попаду когда-нибудь. Вот, так он просто на водку меняет. Так это круто. Мне нужна как раз. И у меня ПДА слишком много, я их уже все прочитал. Так что, знаешь, он только на водку. О, ну и нормально. Так. Не могу кого-кого найти. В принципе, мы отслеживаем все некодированные маячки. И я мог бы вынести отметку ПДА на твою карту. Не всякие знания в зоне добываются с трудом. И я прошу тебя за эту услугу отблагодарить меня новой информацией. Довольно часто в ПДА имеются Ага. Принеси 5 ПДА. О, вот как раз 5 нужны. Я отмечу местонахождение нужного человека. Только зачем это? Ну, в смысле кого? Он же стрелка не может отметить как-то. Соберу и вернусь. Ну, я имею ввиду, что мне это не надо. Я вообще-то об этом первый раз слышу. А ну, я хочу почитать об этом. Так, торговля, артефакты, геймплей, бартер. Так, сейчас напишу ученые, например. Экзоскелет. Напишу ПДА по поиску ищу. Круглов, Дэн. Так, не ПДА это сильно общий поиск. Барт напишу. По-моему, это не здесь. Рубиновая батарейка. Ооо. Вот новость долгового. А, она всегда у него там. Прикольно. Так, это артефакты. Надо идти вверх искать. Где? Как тут? Ага, тут нету проученых. Вообще ничего. торговля. Нет, побочные квесты. О, да, а ну. Ученый. О, доцент. Точно. Доцент. О, есть возможность этот ноутбук доценту за 5 бутылок водки. Понятно. Капсула с маячком. Зломать. Также можно расшифровать ПДА у доцента. Требуется артефакт. Это другое. Это все-то не то. Документы. Доцент. Петренко. Окей. Тут нету, короче. Побочные задания. Торговля артефакты. Так, я тут напишу доцент. Такой интересный стрим. Пояс внутри артефакта. О, можно взять у доцента за артефакт второго уровня. О, вот, я как раз искал, для чего может пригодиться артефакт второго уровня. Вот это оно. пустышку, контейнеры. Так. Я не понимаю, зачем, то есть, информация о чьем-то конкретном долго к руководству. О, доступ к долгу можно тут. Окей, тут прям столько информации, реально вся игра расписана. Я доволен, что есть наконец-то какая-то информация по этой игре. Окей. Не попадались. Так. Сеток для артов. Вот. Ну, можно, какое имеешь в наличии? Для двух. Есть у меня для трех. Если я дашь артефакт не ниже второго уровня, второго, ну ладно. Так, окей, все, это очень круто. Это как раз то, на что я надеялся. Теперь, короче, прячем все остальные второго уровня и оставляем только вот этот плохую вспышку. Хорошую вспышку прячем. Это все первый уровень. Так же ж? Нет, да. Вот это еще тоже. Все, да. Да. Я запутался. Сеток. Есть для двух. Давай для трех за арт второго уровня. Ну на. Еее. Отдал плохую вспышку бесполезную, которую мне кто-то отдал или там. Ау, это по-моему у одного из сталкеров было. И теперь у меня три артефакта. Я смогу вообще. Это развязывает мне руки, потому что я смогу быстрее бегать, все делать. И у меня плюс три этих аккумулятора. Вообще круто. Все идет как нам. Правда, у меня этот комбинезончик все еще такой, знаешь. О, когда выброс там. Точных данных нет, но вроде информация от Захарова что завтра утром. О, окей. Я не могу понять, кого он там ищет. Не стрелка же? Он пытается себя вспомнить. О, вот этот знакомый выглядит. Долговязый. Здорово, друг. Меня Виталий называет. кто? Меченый. Из ботанов? мы с доцентом почти постоянно работаем все потихоньку. Зачем вам какие-то защиты? А? Какая защита? Нужда вдруг придет броников кучи вон какой-нибудь и натянем. Броников понавешали. Зачем столько? Латаем потихоньку. Места-то сам знаешь. А, места-то гиблые. Любой броник разъедается. Аномалии мутанты ж... О, кстати, да, мне надо пофиксить мой. О, бармен уже там что-то нашел информацию. типа, трудо. Вечный, зайди ко мне, есть дело. Он реально в соседней комнате, он просто крикнул мне фактически. Да, вот только сейчас сигнал пришел. Кому-то же нужно всю эту рухлядь божес... божеский вид приводить. Вот и несут, мужики. А я руку набил за небольшую мзду из дерьма конфетку могу вылипить. Ремонтируешь, значит. Мне тоже бы нужно, мало ли. Тащи, нашлеплю пару заплат. Глядишь, лучше, чем было станет. ремонтируешь? Да, чиню помаленьку. Долговскую броньку в божеский вид привожу. Окей, окей, это все то же самое. Видишь, в каком состоянии моя броня? Дай посмотрю. Ну как? Думаю, справимся. Тысяча. Нормально, у меня есть сейчас 15 тысяч, поэтому я думаю, надо. Согласен, ремонтирую. Два часа. Ничего, похожу. Здорово, тебя потрепало. Так, где-то у меня были бронепластины. Ага, вот так. Не стой на душой. Будет готово, я Гарику, охраннику скажу. Да я просто посмотрю. Ладно. Блин, это еще антирад надо будет потом отдавать. Это, конечно, не круто. Где мои артефакты? Я все спрятал. У меня просто здоровья немного. Так, ПДА. Сколько у меня ПДА? Ты что тут? я могу эти два часа тут постоять, в принципе, и как раз потом о, сухопаек. Можно будет скоро. Хорошее описание, вообще очень полезное. Хоть бы сказали там насыщает чуть лучше, чем колбаса, но не так хорошо, как консерва. Среди сталкеров ценится. Неизвестно, какие военные смогли завезти и как сюда, ну, вот это все или там нашли на каких-то вертолетах. Что мешает? А, ладно. Так, семь бутылок водки и пять ПДА. Вот как раз мне хватает, но я не знаю, что они дают, поэтому не будут. Блин, если я выйду, там потом еще раз антирад отдавать придется, а я не хочу. О, зато у меня пояс на три артефакта. О, он мне его уже дал? У меня он уже есть, да? Да, блин, класс. Я, в прошлой игре я до этого доходил вообще годами реально. Хотя, не, по-моему, именно пояс достаточно быстро получил. А тут нету, тут была, по-моему, тут подушка была, можно было спать. Или это я в спальном мешке тут где-то. Броней прикольная. Вот этот мне всегда больше всего нравился. Ну, в оригинале желтый я покупал. Свободовский экзоскелет. Так, а что там еще доцент предлагал? Сеток ищу, не могу найти. Отчего же нет? Деньги на бочку, как говорится. Возьмусь, пожалуй, за 500 рубриков. Диктую имя. Зачем набирать по буквам? Долго как-то. Что это за технология? Кого? Мне не надо никого искать. Я, ну разве что я могу поинтересоваться живой или еще волк, допустим, а то сейчас приду на кордон, а там все умерли. Ну, за 500 можно и рискнуть. Не, 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 не. О, фак, стул упал. Не специально. О, я же могу к бармену идти, не выходя из этого, всего, он же ж тут. О, круто. Я могу в это время пока с ним переговорить. О, все. А чего у меня так много, что я не могу ходить? Я вроде отдал все самое тяжелое. А, водка, наверное. Да, водка тяжелее, чем ПДА. Ну что, дружище, как оно? Здорово, обещанный. Есть дело. Ура. Что за дело? По документам проясняется. Вспоминается лаборатория Х-18, похожая на подземелье в темной долине. К центру зоны направляется стрелок. Интересно, узнал, может, дорогу к центру. Окей. Темнишь ты что, да? Я свое дело сделал, мы с тигрером в расчете. Что-то от тебя, тебе дадим, что нужно. не указан не указан в этих документах путь. А прохода к центру сейчас никто не знает. Поэтому, если у тебя еще есть цель пройти к центру, то придется в Х-18 отправиться и добыть информацию. Где именно вход в лабораторию не знаю, но есть достоверный сведет мне, что главарь отморозков, Боров, знает, где подземелье. Постарайся выведать у него Боров. А, да. Если не был в долине еще, то к востоку от блокпоста долговцев на свалке есть надежная тропка через радиоактивную рощу. О, он мне дал новый путь. А, это основной путь, да. Особенно не зацветившийся мужик из стойки, видишь, зуб. У него множатся связи с группировками. Попробуй с ним вопрос обсудить. Вот это на самом деле не очень прикольное задание. Тут надо, короче, будет сходить в агропром и украсть оружие. И я в тот раз это сделал, но я само оружие не взял. Вообще уже это же надо было, реально, это так глупо было. Но, по-моему, вот я, наверное, в этот раз вынужден был так делать, потому что, когда я сам играл, то я, получается, сначала пошел в темную долину и спас одного из бандитов, и таким образом бандиты меня к себе пустили. То есть мне не надо было идти с зубом ничего договариваться. Боров и так меня как бы принял. И я в этот раз тоже планирую так, потому что я уже и его бандитов там типа спас, отдал им то, что они искали. Ну, короче, попробую так. В смысле, может мне и не надо, а может и надо. Я поговорю, возьму задание, но там будет видно. Мавадил. Как будто это обсуждается. К северу далековато, однако. Север зоны он всем нужен, только пока трудно туда попасть. Про мозговыживатель слышал? Мозговыживатель. Не торопись. О, между аномалией прыгать приходится, иначе до свободовской базы и не пройти. Проводник тебе нужен будет, если попробуешь дальше топать. Ну, или нормальная карта, если не боишься довериться. Вон у зуба спроси, или Санька поймай. О, он частенько туда к анархистам наведывается. Долгари рады, что между баром и свободовцами лабиринт нарисовался. Теперь свободовцы сюда лишний раз и не проберутся. О, слезняк, у меня есть. Нет, у меня слизь. Не надо. Ты бы еще консервных банок насобирать предложил. Меченый, молодец. Молодцы, реально, вот это насмешил. О, 20, это мало. То есть, чтобы продать. На самом деле, у меня еды нету, мне надо купить хлеб, потому что у сталкеров что-то тут не продается. О, можно купить обычный, не, бинтов у меня вроде как хватает, да. Мне птички дал. У меня пока всего нормально. Даже батарейка, да, пока не надо. Что-то он там сказал. Окей, надо сейчас зубом говорить. Я прохожу с ним поговорить отсюда прям. О, можно. Класс. Я зуб, а ты меченый. выпиваешь или что? Не совсем. А что он так решил? Торгую информацией в зоне. Продаю сведения, покупаю чертежи, документы и записи из лаборатории. Информация ценная, хорошо послужит тому, кто ее обладает. как я понял, всякие бумажки тебе тащить. Правильно мысль, если найдешь чего интересного, приноси заинтересован в вещах. Принесу, если побоюсь, за что. А что там? Что я ему... А, тут надо выбрать сначала. О, ПДА. Триста. Три тысячи, точнее, можно... Ух ты, так это выгодно. Мне как бы пока что... ага. А, в принципе, можно. О, он их прямо... А, то есть он покупает всякие записки. То есть, допустим, у меня там была вот эта инструкция к брошюрке или еще что-то такое. Не, наверное, тут не так. Но, по крайней мере, он ПДА покупает. Это очень круто. Тем более, они у меня все разбитые. Это очень выгодно. Три тысячи, по-моему, они так и стоят, но... Вау, так можно разжеваться. Нужна инфа от Борова. Могу, помочь, встретиться с ним, если выполнишь кое-что. Поконкретнее. Недавно я и еще несколько достойных людей заключали договор на поставку оружия. С кем отвечаю? Не отвечаю. Ну, и в чем проблема? Караван не добрался до точки встречи, сопровождающий мой человек. Так, что там? Около перехода до кордона собаки. На них совершено нападение, он попытается укрыться в тихом месте. Больше от него не поступало известий. Я бы попросил тебя в порядке платы за услугу разузнать, что стало с нашим грузом. Куда двигать? Последняя связь была на агропроме. Хотел укрыться в подвалах. Если не вышел на связь, то что-то случилось. Не тяни с этим. Блин, реально не тяни. А ну, надо сейчас почитать. Второстепенные задания. Побочные задания. Зуб. Нет, тут какой-то зубр. Нет, А вот, называется, выяснить, что стало с курьером. После кражи из НИИ у Борова в утреннее время появится просьба. Нужно выяснить, куда пропал курьер. А, это не то все-таки, блин. Окей, Боров. Как это искать все? Приборов, Боров, приборов. Зомби рово-борованные. Как это называется? Может, оно есть в этих заданиях? Я еще пока не взял просто. Наверное, это считается как агропром. Странно, что нету поиска вверх и вниз документа? Лейсу и режиму. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Нету информации. Я не могу найти. Не знаю, как это искать. Точнее, блин. Наверное, это считается как... Ммм... Задание на агропроме. Побочные задания нет. Сильно... Да, как бы тут в поисковых слов особо не введешь. Побочные задания санаторий. Кишки зоны. На болотах. На агропроме надо. Я могу вывести на экран это, но... Ам... Зачем? О, переходы у зуба. А, это... Неважно. А, это не побочное задание. Это, наверное, сюжетное задание. Точно. Так. Бармену документы. Вот. Зуб даст наводку на... Китайца. Вернуть туда... Крыщука. Это что-то другое. Вначале бармен посылает к Борову, чтобы узнать, где находится. Если Боров окажется мертв, поможет Зуб. Он расскажет о крыщике. Ого. А, это вот тот. Я помню. Выполнив задание Зуба. Окей. Короче говоря, я просто хотел узнать... Сколько времени реально занимает это задание. А тут... Об этом ничего нет. Надо туда сейчас написать Зуб. Теперь. Игра просто об этом не говорит. Он говорит, желательно быстрее. Но я в Агропром не планирую в ближайшее время идти. Поэтому можно не брать пока это задание. Информация о коде двери. Это все не то. Я так не могу уже. Все, окей. Короче, не буду просто брать это задание. Попытаюсь без него. Если что, загружусь. Сам найду подход к Борогу. Да. Вот так вот. О. Все. Не скипнулось. Рецепты. Дорогу на север. А ну. В самый реактор или так образно, а то на север. Ну, говорят, база что-то там, склады. А, к Лукашу решил податься. Да ладно, мне-то какая разница. Дело твоя. Дорожка туда, правда, теперь чуть кривовато. Аномалии насыпало как много. Могу рассказать и показать, как оно. За небольшое вознаграждение. В виде артефактов. Артефактика хорошего. Кустышку или парочку третьего уровня. Если есть. Подумаю. Интересно. Я могу наменять у этого. У как его. У того вот. Ой, я не могу ходить уже. У меня бы костюм уже вернуть. Я думаю, два часа не прошло еще, правда. Да. О, потемнелось. Скоро надо будет идти уже спать. Уже ночь. Да, девять часов. Ай, голод при этом. Я не знаю, где еду брать. В паре не могу еду найти. Вообще, ой. Две консервы это на черный день, так сказать. Как дела с ремонтом? Еще нет. Окей. Тут я обычно жду. И так. Все сильно запутанно стало теперь. Так. А, и надо будет еще к Петренко пойти. Но я пока заперт здесь, по сути. Так, мне зуб, по сути, мог дать наводку на... Короче, темную долину я пока не планирую идти еще туда в целом. Вообще. То есть я могу пойти туда и дать аптечку бандиту. И Боров меня и так примет. То есть это как раз не самое такое, ну... Тоже сейчас не особо срочно. Скажем так. Поэтому я бы лучше сначала вообще пошел сейчас на кордон. Там наменял... Ну, короче, патроны отнес этому Ивану Небову, чтобы... Кстати, можно попробовать на него... А ну. Пока у меня ПДА есть или я уже поменял. А ну. Хочу кое-кого найти. А, нет. А, уже нету все-таки. Ищу кое-кого за 500 рубликов. Ну, давай. Инструкция. Диктуем путем ввода имени по буквам, как на обильном телефоне. В кавычках диктуемые значки. Это неудобно. А, вот тут... Ага, окей. Мне надо узнать, где Иван Небов сейчас. То есть, И, потом... В... О, удобно. Следующий знак. А... О, удобно. Н... Н... Все. Пробел готово. А, не, ну Иванов сильно много. Так, пробел. Теперь Небов. То есть... Ну, так это удобно. Хе-хе-хе-хе. Я это вообще не повторяюсь. Сейчас. Эээ... Так. Н... Следующий знак. Вот это, кстати, очень удобно, что тут есть такой вариант. Ой. Эээ... Забой. Удалительность. О, да. Эээ... В. О. В. Ура. Готово. Девять. Такс. Нариктовал ты мне Иван Небов. Мне ничего неизвестно про такого. Извини. Та ну, блин. Я ж все правильно написал. На нет и сюда нет. Денег не возьму. А, окей. Вау. Очень полезная, блин, информация. И что это за вообще функция новая? Я такого не... И что он мне про него скажет? Типа, где он находится? Я не знаю, где он находится. На баре. Но мне надо знать, живой он еще или нет. ПДА сигнал его издает или нет. Окей. Это, конечно, такое все. Балущи. Что это за точка под моем? О, так, кстати, реально что-то. Подожди. Подземелье диггеров. Такая именно... Однопиксельная подземелье. Ммм. Мне нужно, получается, будет два артефакта третьего уровня. Это, в принципе, возможно. Или что-нибудь так. Ета заканчивается. Надо немного хотя бы подлечиться. Я жду пока, как известно. Я бы уже пошел к Петренко, но пока не могу. Сейчас пусть второе восстанавливается. Не могу понять, от чего оно, собственно, отнимается. Эмм. Что я хотел? Я уже забыл. Тут так все вот это, когда ждешь, конечно, обидно. Потому что нельзя выйти, чтобы не тратить лишнего этого. Ммм. Я могу, в принципе, пока... Так, сейчас. А, ну. Задания отображаются вообще. Бармена. Какие-то подземки. Заботу. Хорошо, окей. Просьбы. О. Оставил в подземелье Агропрома. А, ага, было дело. Алису, по-моему, уже сделано. А, помню. О, а что тут, кстати? В сторону блокпоста долго пошел лапать. А, оно... Да, оно у неба было как раз. Все, правильно. А, вот это я делал или нет? Я уже не помню. Окей. Информация. Да, это все не важно. А, ага. Поэтому оно не отобразилось. Там, кстати, было что-то... Какая-то... Это... Блин, это теперь вся моя история будет. Окей. Там просто пришло... Пара новостей на ПДА. Ну, ладно. Так, сейчас. Пауза. О, не. Как раз пусть... Игра ждет. А я... Сейчас. Окей, просто... В жизни тоже уже темнеет, как бы, и... Правила меняются, знаешь. Что я хотел? Так, мне еду надо будет набрать. Этот, что-то говорил, Зубу. Я не хочу сейчас вот эти все задания. Я не хочу идти сейчас в... Вот сюда. Потом идти опять на Агропром. Тут мимо контролера вот это оббегать. Потом идти сюда. Тут военные нападают. Потом... Ползти. Ну, может, крота еще раз спасти, чтобы... Чтобы все засчиталось. Потом идти вот сюда. Тут псевдособаки. Тут тушканов стая. Радиация. Аномалии. Понятно. Потом заходишь в трубу. И там начинают военные тебя перестреливать. И... Там лежит вот этот, который туда вот не донес оружие. Вот нужно будет, собственно, взять это оружие. Я так понимаю. И принести его Зубу. Еще раз в бар идти. Ну, это все не соответствует моим планам. Мои планы это сейчас набрать 300 патронов. Забить вообще на темную долину пока что. Пройти через свалку. Может взять канистру там тоже. Прийти на кордон. Перепрыгнуть эту вот колючку. По-глупому. Потом... Здесь, собственно, зарядить аккумулятор. И у Ивана Небова раздобыть дорогу на болота, которая появится вот тут. Потом перейти обратно по турботоннелю. И... Пройти на болота. И все. И жить там. Вот это вот вся моя мечта в этой игре. О, тут еще и тайник есть. Класс. Реально, болота это вот самая... Вот та локация, к которой я всю игру стремлюсь больше всего. Я помню, там такие классные задания. Правда, я через Забытый Хутор обычно туда ходил. И там надо было еще помогать тащить вот этого военного. Это тоже круто. Но у меня сейчас, по-моему, антирадов нету. А, кстати, у меня, по-моему, и нету даже информации о переходе на Забытый Хутор. Я не помню, откуда она берется. Может, еще рано, типа. Такие мои планы. А у игры планы это, чтобы я сейчас... Так, где? Вот я пар. Теперь пришел сюда, перешел тут, спас бандита, пошел к Борову. Он мне сказал, а принеси-ка мне 50 консерв, там 300 колбас и энергетика, там, гору. И ты такой, holy fucking shit, а не офигел ли ты часом? И есть вариант сразу же, либо перестреляй всех бандитов и попроси сталкеров, чтобы они туда помогли это сделать. Но я решил, никого не убивая, это все решить. Поэтому в тот раз я взял это задание на добыть кучу еды. И все, у меня там игра и застряла. Потому что столько еды набрать, это я не представляю, как возможно. С этим балансом, где дают за каждое задание по 10 тысяч, это очень возможно. Это более чем реально. Я даже могу сейчас начинать копить это все. In fact, я сейчас, пожалуй, даже буду... Сейчас почитаю про этот квест. Это, наверное, считается как побочное. Нет, это сюжетное. Так, x18. Окей. Про x18 никто не пишет, потому что они все-таки пишут x18. А, нет. Да, x18. Принеси документы из x18. Зуб. Даст наводку на крысюка. Монгола. Рашпиля. Бармен. Кулинар. Ага. Это все... Это что-то не то. После разбора завала. Ага, вот. А, если убить группу Рашпиля, то Боров откажется разбирать завал. Два варианта. Что запросит Боров? Если они ушли в санаторий благополучно. А, вот я, поскольку уже спас бандитов тогда. То Боров, скорее всего, запросит 5 бутылок водки, 10 консерв, 10 батонов и 10 энергетиков. Очень круто, очень выполнимо. Очень... Это вот именно то, как я и хочу это сделать. При этом диалога об опте у Сидоровича не будет. Ага. А, а если бы они пострадали или кто-то из них умер или начал стрельбу, то Боров запросит 20 бутылок водки, 40 консерв, 40 батонов, 40... А, и 20 энергетиков. Unbelievable. У Сидоровича будет диалог об опте, где он через игровые сутки может поставить все, что запросил Боров, кроме водки. Со скидкой 15%. Это вообще ничего не меняет. За опт он запросит сначала артефакт первого уровня, потом, когда будет отдавать продукты, 45 тысяч рублей. О, ну это тоже, в принципе, выполнимо. О, и все. И после разбора завала все будет себе работать. Интересно. О, можно через бармена? Подожди. Тут как-то неудобно. Тут такая целая-целая абзац. Узнать об этом всем, потом Боров станет дружественней, выполнив задание Зуба. А, и потом надо несколько заданий у него, выполнить эту ценность у вертолета. Угу. Так запутанно все, я просто не пойму, кто такой Рашпиль, и от этого тяжело читать, когда чего-то одного не знаешь, то все остальное рушится. Зайдя к самому входу, следует поискать помощь у бармена, можно у кулинара попросит устранить бандитов возле входа в лабораторию. После устранения попросит чек на тысячу баксов. Ага. Патрон дробь сто штук. Ого. И еще сутки ждать. Придет сообщение о том, что... Окей. Сделано. У ворона можно. Попросит устранить бандитов. Ну, это все для того, чтобы убивать бандитов, а я хочу не убивать. Окей, я буду лучше набирать еду. 45 тысяч, это не так уже много, и плюс я еду могу накопить. Окей, ждем пока всего еще. Или может уже не надо. Дэмин. Я просто ходить не могу. И, да, не могу пока выйти отсюда. Сейчас уже стрим будет заканчиваться. Я просто хочу еще к этому, к Петренко пойти и патроны сразу наменять. О, у меня уже хорошая репутация каким-то образом. Что это все вот это значит? 1.3, это чего? Какие-то... А, 8, типа. Окей. Это как... А, это типа вот ранг, наверное. Окей. Задания просто не работают. Так хорошо. Ух ты, вот это интересно. Он сам прочитал документы, которые там нашел. Институт являлся прикрытием. Лаборатория X18 проводила эксперимент. Где находится лаборатория, ответа не дают. Да и надо ли оно мне? Ага. То есть он пока сам не знает, типа. О. Я могу, знаешь ли, наоборот. Я могу сейчас ПДАшки другие почитать. Чужие ПДА почитать. Потому что мне надо ждать. И потому что я не хочу... О. Блин. Это все, уже не надо. Продавать те, которые еще работают. Окей. Этот не работает. Этот тоже не работает. О. Один работает. И он разряжен. God damn it. А тут заряжать нельзя, кстати. Наверное, им уже и нельзя. Да, у него и нельзя. Блин. Ему только можно продать. О. Так я могу разбитые точно поменять. Хотя нет. Пусть будут. Зуб. О. Я могу зубы их продать. Мне же деньги нужны. Вроде как. Ой. Ходи. Пойду пока еще зубом поторгаю. Три тысячи. Это, конечно, много. Сейчас я еще... О. Фак. У меня голод полный. Бармен, спасай. Умереть от голода в баре, это будет верх иронии. Коман. Дай мне хлеб. Быстрее. Пятьсот, не пятьсот. Без разницы. Спасибо. Чуть не умер, реально. Я тут принес. На. Три тысячи за ПДА. Класс. Можно водку, конечно. О, да. Я одну. Вот так. Один оставлю на... Окей. На. Шесть тысяч. Двадцать пять тысяч. Класс. Я смогу купить всю еду, которая нужна будет там. Мне, по сути, сейчас надо деньги и начинать копить. А один поменяю на водку, чтобы потом может менять на патроны у этого. У зуба. Ой. У шерстюка. Вау, это что, стекло прям? Такое, прям искажающее. Это что? Интересно. Глядит. О, готово, наконец-то. Куртка с противогазом. Так. И на ПДА, короче. За бутылку водкой сломано. У меня еще есть ПДА. Да не, нету. На самом деле, это последнее. Хе-хе-хе. Окей. Дождался, наконец-то. Теперь можно к Петренко идти. Патроны менять. И еду где-то бы еще добыть, конечно. Я не знаю, может в баре у кого-то еще тут есть. Аккумуляторы. Вот это, плюс восемь еще. И, наверное... Подожди, а где мои артефакты, которые... Вспышки. Я же вроде... А, нет, я их не доставал. Окей. О, ходить можно, наконец-то. И маска целенькая, да? О. Все, мне пока у доцентов в ближайшее время ничего не надо. Потому что я все ПДА слил. И теперь у меня куча водки лишней. И я смогу... Тебе сюда нельзя. Да знаю. Так, с зубом пока еще не буду решать ничего. Я, по сути, еще и не иду туда, куда они хотят, чтобы я шел. И мне надо, по сути, начинать копить еду. То есть мне теперь надо, вот, зная, что мне нужно 10 консерв, 10 нон-стопов и водок. Вот как раз водки у меня, кстати, можно их как раз не тратить и начинать, как бы, откладывать туда. Потому что туда пригодятся как раз тоже 10 водок. Ночь уже, кстати, надо скоро будет спать. Да, вот я сейчас, короче, поговорю с Петренком. Если он, конечно, там есть. А, фак. Тут музыка играет. Просто от этой ужасной музыки просто кому? Кому вообще оно играет? Вот этот кошмар такой. Песня. Даже у меня песни лучше. Досат просто всегда говорит, что у меня ужасная музыка. Поэтому в данном случае это шутка о том, что у меня... Ну, понял? Это... Я не говорю, что она лучше, чем советская музыка. А, что даже самая ужасная музыка и то лучше, чем вот эта музыка. Окей. Все-таки я говорю это. А, ну, мне интересно, сколько стоит... А, тут он пошел спать, типа. А может и не типа, может он где-то там лежит. Ну, да, надо и мне, кстати, вложиться. Вот тут. Надо сделать официальный тайничок у бар... Не у бармена, у Сидоровича. И тогда откладывать водку для... Темной долины. А потом... Наверное, после Темной долины лучше пойти уже на болота. Мне главное дорогу разузнать, а там уже пусть оно будет открыто. А вот как добыть дорогу на... Забытый хутор, я прям не знаю. Что за звук? Только что было такое... Кто-то что-то написал? Опытные сталкеры. А, нет, это не то. Окей. О, вот сюда нельзя, наконец-то. Я и не... И не надо. А, вон. Это у них типа... Рация, наверное. Это не у меня, короче. Вот и хорошо. О! Только пули свистят на... Тип... F5, F6, F, F, F много. Сейчас, забэкапить надо. На самом деле, это классная песня, опять, Темная Ночь. Только звезды мерцают. Пар, два, ночь. Темная ночь. Я надеюсь, этот сейчас не спит. О, мне надо залезть вот в этот тоннель. Там лежит сева комбинезон. Что за звук постоянно? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это, я надеюсь, у меня не... А, ну. О, разрыва нету, вроде как. Думал, ОБС там что-то сигнализирует. Сигнализирует. Гаддамит, Петренко спит. И тут спать нельзя при этом. А, тужешь. А я так недавно, в принципе, спал. Особо не уставший. Хотя... Откуда этот звук? О, опять. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Прям. Надо определить. Пролегла между нами. Ту-ту-ту-ту-ту. О, тут просто можно зайти. И тут вот. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так страшно. Тёмной ночью хранила. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это у меня, что ли? Может, это... А, это аккумулятор, наверное, разрядился. И он сигнализирует об этом. Скорее всего. Да, оно пикает. Постоянно. Так, у тул-ту-ту-т-т-т-т-т-т. Так, у тул-ту-т-т был комбинезон сева. Ммм... Нету. Убрали. Мною она Кружится Тем Ты меня ждешь Ничего не случится Да, вот это единственная советская песня Которая мне нравится из такого Да не, еще парочка Я просто на эту ремикс даже делал Ну, совмещал ее с таким Таким бешеным синтвейвом Короче, ну классно получилось Нету, короче, тут тайничка В этот раз они убрали Решили, что это Да, это у меня пикало все-таки Ну шо ж, тогда по-любому надо спать идти Тут без вариантов Оу, фак Луна Такая яркая Ничего себе Коплей крови красна Как бы Надо бы Блин, если бы я ходить мог Я бы на бар залез сейчас Сейчас музыка не играет И так классно сразу Слева такой шум Непонятный Красиво О, опять темная ночь пошла Свистят нас По степени Тусклые звезды мерцают Так, ну я так понимаю Мне лучше идти спать уже Да, спрятать Артефакты некоторые Они, в принципе, нормально себя чувствуют Состояние нормально У меня один? Да О, Арни Не, это, по-моему, лысый ходит Тут Главное О, подожди Это Арни все-таки Не, лысый Тут куча Сталкеров-лысых Реально Но именно лысого Зовут лысым И он в Капюшоне Непонятно Лысый он или нет Даже не верится Так, все Я спать Только надо, получается Выложить Вещи По-моему Иди отсюда Все, ты стал тут Я тут Это Да Сюда можно сбросить что-нибудь Но Не, не, не Не в том смысле сбросить Так, говорят Надо снимать Рюкзак Ой, ну Оружие Ой Броню И теперь Сбрасывать рюкзак Вот он Ложится тут И я себе Ложусь спать Он спит Сколько хочет О, тут же Меня не ранит Да Тут единственное Что портится По-моему Еда Такое Но это все Не страшно О, все О, вау Скорость перемещения Сразу бешеная Стала Смотри А, не Прирог нормально Ну Вау Как раз утро О, выброс Через часов Шесть Семь Ага Не ранним утром Четыре утра Ага Ну да Да Музыка Главное Та же играет При этом Так Окей Да блин Ешка Зажатая До сих пор У О, есть Так А ну Я теперь могу бегать О Не Не очень Все равно Он не был Особо уставшим Похоже Так Петренко Собственно А, ну Четыре утра Это рано Вообще-то Он еще и не пришел Наверное А Вот так Я буду В основном Ходить У меня просто Голод полный И мне надо О, я пойду Поторгую с Обычными Сталкерами О О, класс Даже не устает Убило Мужика Прикинь О, на стопчике Кстати Надо начинать Покупать Потому что Вау Вот это очень круто Смотрится Такой, знаешь Закат Ну, рассвет За сколько на стопчик? Пятьсот Давай Да Надо сейчас Короче О, класс Вот С такой Выносливостью Бегать очень хорошо Имя свое Забыл Спросунок Не разглядел Думаю Может Гарик Ошибочка Да Но стопы Надо сейчас Скупать Оптом Так Вот тут Постоянно Кто-то Стреляет Я надеюсь Что они По людям Потому что Тут Ну, тут Собаки Понятно Бегают Да Это такое Стреляй Спасибо Вау Там Гроза Вау Вот это Время Классное Такое Знаешь Можно к зубу Пойти О У него Будет Как раз По-моему Сейчас Оно Отобразится В ПДА То, что у него Есть Вот это Классно Мне все Нравилось Только тут Деревья Какие-то Поставили Еще Кстати Заполнили Вот эти места Березками Этими Всякими О Здорово Только он не зуб Он Султан Точно Султан Досат просто Султан У нас Лысый Уникальное Оружие Конкретно Что может Предложить Пустолет Пулемет Бизон По-моему Вот я Бизон себе Покупал Это Гадючные Патроны На 50 Патронов Класс Ой Бизон 2 На Другое Еще Что Берета Вау Сайга Автоматы АК 101 А что за 101 А это Ого Это Такими 45 103 О Это Классный Вот это Тот С которым Я ходил Так За что Во сколько Деловой Разговор Стволы Обычно Поэтому Из Модификатов Ствол Любой Сери Гипермодификаты Оу Фак Где же Такой Взять А ну Теперь Бартер Отображается А Не Эх Наверное Это сильно Сложно Потому что Так Ну давай Тогда Прям Крупнокалиберное А ну Это всякие О Винтовки О Это Снайперские Ух ты Натовские Дробовики Сайга Вот Сайга Прикольная Там 6 6 8 Патронов Ой Она выглядит Как Обычный Автомат Интересно Гладкоствольные Карабины Понятно Сколько Гипермодификаты Всякие Сопливые Дикобразы Где же Такой Взять Реально Тут сложно Делать Такой Я помню Какой-то А что за ОМП Там был Какой-то То ли Он назывался Орех По-моему Точное Оружие Надежное Закрытое Коробки Всякое Понятно 45 Калибр Это не очень Блин Там звука До сих пор Нету Главное Холи Факинг Красота Жалко Что тут Правда Локация Недоделанная Я Нахожусь Там Где Ты Что Вот это Тут Графика Как бы Посмотри На это Небо Омай А если А если Вот сюда И потом И тут Такая вспышка И потом Столько Скриншотов И тут Как раз Да Мне вот тут Нравится Всегда быть Блин Надо сделать Бэкап Специальный Да Реально Сейчас Прям надо Бар Три Утро Небо Класснее Вау Тут Если Можно Было Пройти Все Рано Как бы Здесь Везде Можно Ходить То есть Тут Без Разницы А вот Тут Закрыли Аномалией Вообще Конечно Ну Обидно Что Вот это Все Место Не Используется Вообще Никак Если Б тут Талкеры Ходили Было Хорошо И Удобнее Было Ходить Вот Эти Ворот Там Просто Открыть Можно Было Было Вообще Тупик По-моему Столько Места Пустует В Ластальфе Его Открыли Применили Хотя Бы Окей Мне Надо Едой Затариваться Сталкеры Еще Есть Там Собаки Бегают Можно Посмотреть Нет По-другому Стало Все Конечно Вообще И Выглядеть И Модели Персонажей Другие Прямо Не Ощущается Как Сталкер Обидно Вот Тут Бы Дверь Если Еще Добавили Потому Что Каждый Раз Так Вот Лазить Неудобно Вот Так Было Сейчас Сразу Забрал Прямо Из рук О Про сборки Артефактов Слышал Ну Расскажи Послушаю Шли Шли Как-то С Геной Бригадиром По Дикой Территории Вдруг Бандиты Мне Надо Ждать Поэтому Я Читаю Вдруг Бандиты Нарисовались А мы Чем-то Рашли От Сахарова Не Было Хабара Нехило Хабара Скинули Думаем Не Дадимся Так Просто Постреляли Так Все Я Не буду Читать Тяжело Воспринимать Информацию Тяжело Ого И душу И кровь Камня И ломать Мясо Пригодится Накаркали Тут же Контейнер Распечатал И Генка В пояс Напихал Да Аккумулятор Подсоединил Дотянем До Бара Начали Действовать Арты Вижу Румянец Появился Отлегло Рано Радовался Выброс Как долбанет Внезапно Да Что же Это За Невезуха Такая Думаю Взвалил На плечо Ахабар По земле Тащил Ну Ты Слушай Не Перебивай Я Не могу Не Перебивать Ограничение Обзаться Тяжело Патроны Пару Контейнеров На каждого Не бросать же Не успею Скоро Пик выброса В голове Уже мутит Тошнить Начинает А я все Тащу Генку Погибать Так вместе Браток Доползаю До ангара Кубарем Валюсь В него Теряя сознание Не помню Сколько я там Провалялся Но когда Открыл глаза Генка Сидел рядом Со мной И разогревал Консерву Улыбнулся Только Мол Хорош Спать Просыпайся Уже А я И слова Сказать Не могу Как так Ведь помирал Уже А тут Консерву У меня греет Говорили потом Долго Получается Те арты Что я Генке Нацепил Под выбросом Стухли напрочь Потеряли все Свои полезные Свойства Уже очень сильный Выброс Попался Но как Генка Сказал В момент выброса Что-то случилось С ними Вспышка Какая-то Произошла И у него Силы стали Просто на глазах Нарастать Кровь Перестала Сочиться Боль Шла Так вот И вернулся К жизни Браток Ого Во время Выброса Прикольно Да только Вот беда В том Что пропали Те арты Совсем Даже Сдавать Нечего Но думается Мне не одна Лиз Сборок Это была Про которые Поговаривают Два Лай Сталкера Какие-то Особые Арты Были Да Пес Знает Поначал Не общал Внимание А потом И не Определишь Да Зона Так А между тем Еды у него Нету Оу Фак Тысячу Вот это уже Вот это уже Да более Похоже на правду Кто Кто Ты что Веришь Всякой Понятно Короче Забей Понятно Как обычно Вот это вот Они обычно говорят Где еще Есть сталкеры Здесь У кого Можно было бы Еду набрать Петренко Кстати Может быть И не здесь По-моему Тут либо Саня меняла Либо Петренко Это будет не очень Потому что Оу Фак Еда Голод Опять Где Брать еду Эй Долговцы У вас вообще Торговать Можно Пошел А нет С ними вообще Говорить нельзя Надо хотя бы Снять вспышки Всякие Стой Мне кстати Нужны спички В принципе А ну Четыре пачки Нормально А ладно Пойду в бар Значит Петренко Похоже Нет Я вспомнил Что тут Либо Саня меняла Либо Петренко По-моему Не могут быть Они одновременно Да Я только что сказал Просто Это неудобно Я же пришел К Петренко В основном А вообще Я могу сейчас Даже пойти К этому Как его И поменять У него Патроны На А ну Сколько у него Ну его тут Нет Похоже Совсем О султан О есть Все таки О класс Так Беретта Бизон Ну все равно Непонятно А хотя бы Вот Калибр Скажем Скажем Мезомодификаты Охотничье Ружье СВД АК В принципе Мне вообще Как бы Ничего особо Не манит Как бы Не Интригует Вот Шерстюк И у него Значит Я хотел А ну 120 за 4 бутылки У меня уже Хватает Так я могу Тогда у него Да Смена планов Похоже Потому что Да Артефакты Тогда не буду Тратить Я хотел Поменять 2 артефакта На это Но водку Еще лучше Потому что Она мне не нужна Как бы А если что Потом Наменяю Хотя Она мне теперь Нужна для основного Задания Может ее лучше Беречь Тогда Мне надо будет 10 бутылок Потом Патроны Патроны 6 6 2 120 Мне как раз На 120 120 И вот У меня Есть уже 60 И в итоге Так А вот Тот Который За 60 Он На что Мне менял Это все А Канистру Ага У меня их нет 124 Бутылки Да Я могу Поменять Сейчас Ту Которая У меня Есть На Плюс Петренко Нет уж Ой Блин Голод Ну ладно Ем Консервы Или Сухпайок Вот Как раз Пришло Его Время Как бы А ну О Так Я Не слышал О Его хватает Несколько раз Получается Дали бы Об этом Информацию Как бы О Хорошо О Кстати Утолило Полностью И надо Сейчас Подлечиться Заодно Я Без звука Сам Играю Честно Все Круто Сухпайков Хватает Значит Хотя бы На два Раза Это уже Хорошо Просто Одну Бутылку Водки Можно Поменять На этот Паек И он По-моему Не сильно Тяжелый Насколько Я понял А ну Странно Почему Они не сделали Ему Описание Тут как раз Про него Бы сказали Что его Хватает Допустим На три Раза И состояние Чтобы у него Отнималось А оно По-моему Вообще Не меняется А Ну Только У колбасы И у Батонов В принципе Состояние Меняется Сейчас Кто-то Про погоду Наверное Сказал Что-то Похоже Дождь Скоро Кончится Да К Петренко Заглянул Еще часов В девять Может быть Но по-моему Его не будет Здесь Еще якобы Не утро У них утро Начинается По сути В Девять Тут Тут хоть И зона Отчуждения А График Знаешь ли Все равно Все Придерживаются О А ну Арни Уже Появил О Ага Мне интересно Сколько Стоит Говорит Пульки 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 Меняем Пульки Шо-шо Типа Если хочешь Заработать Иди на Арену Кстати Я меченый Народ Новичков Подкалывает Это понятно Это они Издеваются Насчет того Что раньше Была Арена Сколько Стоит 32 Так Так Это Мало Подожди А мне Допустим Вот я Захочу Поменять На Свои Вот эти Да Это Будет 300 А Вот такие Допустим 40 Это За Типа За Ага Все Все Это 146 Как раз А нет Чуть Больше Ух ты То есть Можно Все Мои Вот эти Поменять На Автоматные Интересно Дробь Надо было Притащить Конечно Да Я может Еще Сюда Приду В итоге Да Надо было Дробь Захватить Конечно Не подумал Сколько У меня Ее там Было Не было А есть Так Дробь 4 Пачки Получается Каждая Пачка По 32 Но это Все равно Немного В принципе Может Это И Не Так Уж Не Такая Уже Потеря О А мне Еще Вот эти Нужны А 400 160 60 280 А ну Если допустим Вот эти Вот О так он мне дал Бронебойный Мне дал Бармен Ну из них всего 90 Конечно И невыгодно Вот смотри 30 За 90 Да Ничего Лучше Поменять Наводку Потом А это Бронебойн Ух ты Я даже Не знал Что Какие Существуют В той Игре Не попадались Да Тогда Можно Вообще Продать Всякие Такие Редкие Рандомные Патроны Непонятно Хорошо Отличная Сделка Действительно О А как у меня Вообще С оружием Я так давно Не смотрел Вообще Что у меня там О Так он почти новый Хорошо И этот Да Ремонтировать Особо Ничего не надо К лесопеду Можно Разве что Узнать Есть ли у него Ремонт ПДА Потому что Я забыл Каждый раз Кверосу Бегать не хочется Тут музыка Вообще Бешеная Подожди Я надеюсь У меня Отключен звук О да Хорошо Уже как бы Я под самым Спикером Стою Это все Уже читал Поэтому Так Оружие В порядке Заедает Ствол А ну это У него Он чисто ремонт Значит ПДА Не тут Надо чинить Заряжать Точнее А может У этого Можно У него же Генератор Точно Это у того Который Воду Короче Там Наполняет По моему Возле него Ну у него И можно Это ж тут же Сейчас Я просто Уже ПДАшку Последнюю Отдал Поэтому мне Нечего Собственно Блин Вот если Я пойду Сейчас На Гропро То я Могу Таким Же Успехом Взять Задание На Вот Эту Пушку Для Мюллера Или Как-то Там О Мюллер Точно Сейчас Поищу Слово Мюллер Сюжетное Задание Если Сейчас Написать Нет Это Наверное Побочное Задание Побочное Задание Просьбы Сейчас Напишу Мюллер Сопровождает Мюллер Заказчик На Развитие Дополнительный Спорт Кросс Что Это Какие-то Это Какие-то Коды Непонятные Ого Я Этого Вообще Не знаю Пропавший Караван Зуб Попросит Смотаться Вот Наконец-то Я нашел Это задание Называется Пропавший Караван Точно Просто Караван Это слово Вообще Никак Не относится К зоне Мюллер Будет ранен И облучен Радиацией Будет лежать В подземке Агропрома На самом верху Винтовой лестнице Он не будет ранен Он будет Умершим Попросит Два антирада Есть три варианта Диалога Отдать Два антирада Либо сказать Что антирадов нет И спросить Где их можно найти Мюллер Пошлет Забытый хутор И даст наводку На тайник Мюллера Пять мест Спам Тайника На чердаках А в самом Тайнике Будет лежать Армейская аптечка Антирады Шесть штук Четыре Четыре тире шесть В котором Есть эти антирады При этом Мюллер Выдаст Переход Агропром Хутор Если его Нет Вау Либо дать Мюллеру Одну бутылку Водку Чтобы ему Немного Стало легче Но антирады Ему нужны Будут все равно Пошлет Забытый хутор Даст наводку Там все То же самое И надо успеть Сбегать За шесть часов Вау Айван Ага Так или иначе Отдав Антирады Он передаст Записку Мюллера Которую Надо отдать Зубу Ааа Так все таки Он не должен был Мертвым быть Он был мертвым Потому что И на него Военные В тот раз Напали Наверное Перенеся Записку Он уже Замолвит Слово Замеченного Борову Также Предложит Поработать На него Дальше Разобраться С военными Груз будет Охраняем Окей Это все уже Не относится Нужно спасти Мюллера Установлен таймер Примерно Половина Игрового дня Вот Это все Что я хотел узнать Реально Получив задание Лучше сразу Выполнить Это понятно Является то Что ветка Этого квеста Закроется Если спасти Монгола Во время Или до Выполнения Этого квеста Ага Так а если Он умирает Тут нигде Об этом Не было написано Будет ранен Разыскать Ха В моем В прошлом Мюллер Был Мертв И у него Были Только оружие Был пустынный орел Я думал Что ему надо Его отнести Но записка По моему Была у него И я По моему Брал Ну Короче говоря Я не знаю Стоит ли брать Это задание Но вообще Мне хочется Теперь Потому что Если я все равно Буду идти на Агропром Сейчас О кстати Я вот к этому Шел Собственно Чтобы поменять Водку То это как раз Будет А не Про ПДА Ничего В общем Можно сделать Так что Короче Да Взять это задание Побежать на Агропром Как раз Там поменять Патроны Недостающие Потому что Но Петренко Нету Я не смогу Его ждать Два дня Или даже Больше Неизвестно Будет он Тут или нет Если он сейчас Не появится Значит его Точно нету По моему Даже тут Дни специальные Есть Дежур Тут же все Сейчас четко Стало Я же Теперь могу У меня же Есть вся информация Это круто Побежные задания Торговля Так Я сейчас Напишу Петренко Тут может Даже есть График Дежур О Так Петренко Какие дни Календаря Он есть Июль Август Штюк Петренко Вот Ага У них Одинаковые Календари Окей Май Июнь Июль А вот Сейчас Какой день Май Седьмое Мая Вау Ага Седьмое Ноября Просто Так Петренко Значит Май Седьмого Нет О Восьмого Он завтра Он будет Тут через день То есть Здесь пока что Вот Они Он по два дня Получается Шестое Седьмое Его нету А тут будет Этот Миняло Вау График Нахождения Сани Миняло На локации Бар Зеркален Графику Петренко Вот Да Это все правильно За заключением Тридцатого Числа Когда обоих Нет Окей Короче говоря У меня Если я Подожду Еще Денек Здесь То я Смогу Поменять Два Артефакта Ненужных У меня Как раз Сейчас Парочка Есть Таких Совсем Прям Разбитых Так Эм Вот эту Медузу И Второй Бенгальский Огонь Кстати А где Еще Один У меня Вроде Еще Один Был Кто Его Брал Ха Вроде Никому Не Отдавал А Или Он У меня На Пояс Не А где Моя Вспышка А Я Тоже Отдал А Ах Я не Помню Но у У меня Было По Моему Разбитые А Нет У У меня Был Разбитый Еще Какой Артефакт Хм О Грави У меня Теперь Есть Второго Уровень Можно Его Разбить На Что Нибудь Еще А Да Артефакта У меня Не так Уже Много Кстати Теперь Мне По сути Придется Ему Бедагарский Огонь Отдать А Я Бо Им Пользовался А Ну По Моему У Этого Нет Свойств У Него Три Но На Сам Дели Там Плюс Сорок Пять А Ну Да Плюс Сорок Пять Шестьдесят Ну Я Уже Вылечился Давно Так Артефактов Особо лишних Нету То есть Я по сути Смогу Отдать Только Медузу И Все Собственно Каплей Я пользуюсь У меня Вспышка Была Я хотел Ее Разбить На Еще Два Артефакта Можно Вот Этот Выверт Разбить Сейчас Или Грави Вот Я Сейчас Разобью Пожалуй Грави На Два Артефакта Меньшего уровня Потому Что Ну А Нет Я Им Пользуюсь Тоже А Он Мне Дал Вот Этот Который Собственно Вот Тут Ходит Он Мне Дал Выверт По-моему Или Это Меняло Я Уже Не Помню Выверт Это Первый Вес Плюс Четыре Но Его Я Точно Отдам Ну Да Тогда В принципе Вот Отдам Как раз Выверт Медузу Ок Да Так Жить Можно Ну Так Пока Да Уж Сейчас Просто Только Начало Дня И Я Не Смогу Целый День Ждать Я В принципе Могу То есть Если Я Не Буду Стримить То Мне Не Трудно В Баре Сутки Пробыть Да Это Будет Лучше Чем Пытаться А ну Сейчас Вот У меня Допустим Есть Лишние Патроны Я могу Тайничок Тут Организовать Себе Официально Потому Что Ну Идеально У меня Сильно Много Всего И Можно Начать Тут Водку Скапливать Для Этого Тайника Ну Точнее Для Основного Задания Вот Этого В Бар Потом Ходить Может Лучше На Кордоне Это Все Оставить Так Если Я Приду Если Я Сейчас Пойду Туда Это Все Делать То Я В Принципе Да Я Наверное Все Так Буду Ждать Здесь Так Тайник Тайник Сейчас Я Узнаю Сколько Это Будет Стоить По Моему Ему Автоматные Патроны Нужны Будут Две Пачки Автоматных Это Конечно Много Но У меня Тоже Много У меня Хватает Как раз Так Все Совпадает Держи Краба Так Полста Пулек Калашу Или Кнатовской Ага Полста Пулек Сколько У меня Патронов Хватает Я думаю 50 патронов Можно и Отдать За Тайничок Просто Мне Особо Сейчас Нечего В баре И складывать То есть Единственное Что я Могу Ну Я Хотел Эту Водку Поменять На Патроны Но Я Планирую У Петренко Все Так Их Поменять На Артефакты Это Будет Более Рационально Учитывая Что мне Водку Потом Надо Будет Менять На Другое Пда Я Уже И так Поменял Я Хотел В принципе Да Менять На Уто Просто В баре Не хочется Ничего Оставлять Особенно И у меня Такого Особо Тяжелого Ничего И нету Патроны Разве Нет Я же Буду Брать Артефакты Все Достаточно Тяжелые Да Вот Реально Я могу Сейчас Открыть Тайник Здесь Но мне Нечего Особо Выкладывать Кроме Вот этих Бутылок То есть 4 килограмма Они Ничего Особо Не меняют А если Добавить Плюс 8 То Я Вообще Не Перегружен То есть В принципе Более Менее Сейчас Нормально Можно Идти На Свалку Точно Я же могу Не стоять На месте Я могу Сходить На Свалку Эти Патроны Опять же Взять Могу Реально Сбегать Сейчас Чисто Чтобы Время Не терять Можно Сбегать На Свалку Ну окей Это все На самом деле Будет Уже Следующим Выпуском Я сейчас Уже Сохраняюсь Выключаю Или буду Сам играть Ждать Петренко Допустим Сутки А потом Продолжу Уже Потому что Реально В баре Это Самое Тяжелое Место Для Так Бар 4 День Окей Все Короче говоря Этот выпуск Заканчивается В следующем Уже решу Что делать И может быть Не буду Записывать Все Потому что Тут без звука И мне Оно не будет Ну оно будет Галимо Потом смотреть Слышать Только голос Надо играть С игровым звуком Как бы Это естественно Я дождусь Петренко Наверное А потом уже буду думать Если вдруг Я решу Что-то еще делать В это время Допустим Сбегать На свалку За Ой Выброс Кстати Сейчас Выброс Будет Еще Ого Я забыл Может Выброс Дождаться А нет Лучше Следующий Выпуск Начнется С выброса Это будет Интереснее Да Хотя нет Он часов 5-6 Можно успеть До выброса Сбегать Еще на свалку И там Уснуть Мне по сути Еще сутки Целые Надо ходить Куда-то Туда-сюда И Да Я наверное Сбегаю На свалку Ну тогда Это в следующем Выпуске Все будет Или буду Играть Сам Себе И Не Нервничать О том Что Стрим Не Интересный О В этот раз Хотя бы Два часа Записалась Окей Такие Как Две части Получились У меня Типа Такая Норма Теперь По Четыре Часа Ну Хотя Бо Три В сумме И Плюс Я Сделал Все Что Хотел Более Менее Кроме Того Что У меня Главная Цель Была Это Прийти В бар И У Петрянка Добыть Патроны Но Его Тут Нет Пока Надо Подождать Еще Сутки Зато Я Все Остальное Кучу Всего Ценного Пояс Прокачал И ПДАшки Поменял Наводку Кстати Это Мне Тоже В дальнейшем Пригодит Короче Все Идет Более Менее Успешно Пока Что Окей Выключай